Всем привет! Сегодня мы с вами разберемся с таким досадным вопросом, как музыка ВКонтакте. Мало кому понравилось обновление этого пункта, в особенности обидно стало, когда кэш аудиофайлов для Android девайсов стал платным. Сегодня мы с вами найдем какие-никакие обходные пути всего этого дела. С вами Дима, это канал PDA Live и мы начинаем. Самым популярным вариантом для обхождения этой проблемы является вариант, в котором мы качаем старую версию приложения ВКонтакте, а после выключаем автоматические обновления. На мой взгляд, выключать их, а потом самостоятельно следить за версиями геморройно, так что предлагаю вам рассмотреть два варианта, в которых мы используем альтернативные методы. Первый вариант. Мы с вами удаляем или при большом желании не удаляем официальный клиент в соцсети ВКонтакте и качаем альтернативный. Ну, ссылка на один из таких находится в описании под видео. Устанавливаем его, заходим, авторизируемся и все. Никаких плясок с бубном, ничего подобного. Перед вами воспрянет классический ВКонтакте во всей своей красе, причем под пункт аудиозаписи тут будет присутствовать и работать. Плюс этого метода заключается в том, что мы по-прежнему оперируем лишь одним приложением – ВКонтакте. Из минусов. Неизвестно, останется ли в этой версии клиента поддержка аудиозаписи, и в том случае, когда прилетит обновление, не придется ли заново заморачиваться с поисками и заниматься плясками с бубном у костра. Второй вариант не представляет из себя единый ответ. Скорее, это множество вариативно верных методов. Идея заключается в следующем. Мы с вами загружаем приложение, которое специализируется на музыке. Но вы сразу воскликните, мол, что за дичь, заново собирать свой плейлист? Ну, конечно, заниматься таким никому не хочется, ведь собственные подборки музыки ВКонтакте некоторые доводили до ума не один год, а сохраненные в кэше плейлисты вообще были достойны наивысшей похвалы. Так вот, на примере приложения «Зайцев нет» рассмотрим, что происходит. Вы заходите в саму программу, она вам радостно подкидывает свои подборочки, лучшие или тому подобное. Но нас интересует пункт ВКонтакте, где мы вводим свои данные и получаем прямой доступ к своему плейлисту, которым так дорожим. Плюсом, на мой взгляд, является то, что мы получаем доступ к большой медиатеке самого приложения, и оно напрямую музыкально направленное. А из минусов следующее. Когда программа подгружает ваш плейлист, она не имеет доступа к самой медиатеке ВКонтакте, она лишь сверяется по названиям собственной, и потом уже ищет композицию. Чем же это чревато? Да вот чем. Если у вас есть композиции, названия которых звучат, к примеру, как «Люди Икс Ртуть», то, скорее всего, приложение их не распознает. Еще раз хочу подчеркнуть, аналогичных приложений несколько, данные мы взяли только для примера. А на этом у меня все. Ну, почти. Хочу обратиться ко всем, кто смотрит это видео. Нас очень волнует ваше мнение и интересы, поэтому напишите в комментариях, интересно ли вам видео о программах и стоит ли этим вообще заниматься. К примеру, стоит ли собирать топы антивирусов и тому подобное. Также хотелось бы узнать, что вам вообще интересно из мира мобильных приложений. Это не обязательно должны быть сами игры или программы. Возможно, вам интересны люди, которые занимаются разработкой, или вам интересно на пальцах понять, как делают игры, или почему большинство игр на Юнити такой отстой. В общем, пишите все, что вам интересно. А теперь точно все. Не забывайте ставить лайки и кликать на колокольчик, а то скоро нас вообще забудут. Ну все, удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!